Про новую ЧВК Ротенбергов, про бизнес-пропагандиста Киселева, реальные показатели бедности россиян и большой передел иностранных активов в России, что и за что Путин разрешает украсть Кадырову. Про это и не только. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Очередной признак надвигающейся смуты в России. Друзья Путина, Ротенберги, создают собственную частную армию. Зачем она им понадобилась и когда пригодится? Кто входит в ряды новой ЧВК и сколько у вас украдут бюджетных денег для ее финансирования? Про все это наш сюжет. Вагнер, редут, факел, пламя, поток, конвой, патриот, сокол, ветераны – это все частные военные армии, которые Путин использует в войне против Украины. Хотя раньше он вообще отрицал, что Россия как-то связана с ЧВК. Теперь его ближайшие друзья детства, братья Ротенберги, создают собственную армию. Издание «Важные истории», ссылаясь на три своих источника, раскрыло подробности. Ставленник семьи Ротенбергов Виктор Шендрик – спонсор так называемого добровольческого отряда, сформированного из российских околофутбольщиков. По сути, это чувака-эспаньола, которую контролируют путинские друзья через того самого Виктора Шендрика. Мужчина, хозяин, я не знаю, сколько ему лет, который является номинальным собственником этой частной военной компании. Он является начальником службы безопасности российских железных дорог. Он похож к Ротенбергам и он выходец из спецподразделения «Вымпел». «Вымпел» – это антитеррористическое подразделение ФСБ, силовое. Зачем Ротенбергам понадобилась личная армия? С одной стороны, это способ защитить себя, собственный бизнес и интересы. Я уверен, что почти весь крупный бизнес или почти каждый влиятельный региональный лидер будут создавать свои частные военные компании. С другой – это огромный поток государственных денег, который может оседать в карманах у миллиардеров. «Плюс – это деньги. Ни одна частная военная компания по-настоящему частной не является, потому что финансируется за счет государственного бюджета. Еще раз, ну ни одной корпорации не хватает денег, чтобы вот так вот спонсировать, как это может делать государство». Один только пригожин чего стоит. Сотни миллиардов рублей от государства проходили именно через него. «Хочу, чтобы тоже мы все знали об этом. Содержание всей группы Вавмер полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу». «Номинально это был я не пригожин, но по факту это был государственный бюджет Российской Федерации в размере одного миллиарда американских долларов ежегодно, не считая каких-то там дополнительных контрактов, тоже на такую же сумму». Пригожин изначально должен был работать на Путина, выполнять его поручения и получать свои кровавые деньги. Но в итоге все это превратилось в самовольное шествие на Москву из-за личных конфликтов. Пускай Путин и смог сдержать Пригожина во время так называемого восстания. Он держит и дальше в узде остальные ЧВК. Но надолго ли? «Начав войну, Путин привел все ситуации к господству насилия. И теперь даже ФСБшную крышу перебивает своя частная компания. Перебивает пока не в прямом смысле. Но ждать силового сопротивления с ФСБшниками, думаю, недолго». Зачем тогда Путин плодит все больше частных военных компаний через «Газпром», «Аксенова», «Ротенбергов» и многих других? «Как один из сценариев, Путин хочет сделать себе третий противовес. Скорее всего, он очень сильно испугался событий июня 23-го года, не до марш, не до пуч Евгения Пригожина, когда он видел, что Росвладдия не способна». Российская армия подчиняется президенту страны. А ЧВК, по сути, наемники подчиняются именно тому, кто платит. Это не российский президент, а конкретно Владимир Путин. «А если вдруг повторится, кто может защитить? Если Минобороны восстанет, Росгвардия попробует защитить. Если Росгвардия восстанет, то Минобороны защитит. А если и Росгвардия, и Минобороны одновременно восстанут, кто защитит? Личные друзья, у которых будет своя частная армия, которая сможет наравне с федеральной судьбой охраны, например, оказать достойное прикрытие Путина, путинской дачи». Во всяком случае, Путин надеется, что в нужный момент именно частная армия станет последним рубежом его обороны как на территории России, так и, возможно, за ее пределами. Но станут ли бывшие друзья, которые лишились всех своих богатств на Западе, защищать диктатора, не имеющего власти? Пока Ротенберги обзаводятся частной армией, пропагандист Киселев печется про развитие своего отжатого ранее у украинцев бизнеса. Речь о виноградниках и винзаводе в Крыму, которые развивать Киселев планируют путем устранения конкурентов. Сейчас разбираемся, как именно, а также и объясняем, почему из-за жадности слуги Путина пострадают все россияне. Платить вам за шмурдяк придется больше. Пропагандист Дмитрий Киселев замахнулся на то, что для многих россиян практически святое, на выпивку. Сейчас время переосмыслить опыт и сделать то, что некогда сорвалось. Великая задача – перестать пить барматуху. Неужели Киселев задумался о борьбе с алкоголизмом или фальсификатом? Нет, он всего лишь хочет, чтобы барматуху пили только его, его собственную буквально. Ассоциация «Виноградарей и виноделов России» попросила установить пошлины в 200% на вино из стран НАТО в качестве меры по защите российского рынка. А у руля этой ассоциации стоит именно Дмитрий Киселев. И 200% – это налог, по сути, заградительный. Если таможенная стоимость, допустим, одной бутылки составит 100 рублей, так образно говоря, умножаем на 200%, будет уже 300. И умножаем еще на 20%. И это коснется почти 100% мировых лидеров с признанным эталонным качеством и низкими ценами. То есть с тем, чего российские виноделы достигнуть не могут. На сегодняшний день в ассортименте российских вин каких-то шедевров я, к сожалению, не вижу. Я уверен, что они будут. Я уверен, что через какое-то время они появятся. Но каких-то ярких, интересных вин я не вижу. Так что больше это похоже на попытку просто задушить конкурентов. Получится, в общем-то, довольно-таки существенная сумма, которую нужно оплатить. Но я думаю, что кто захочет, может быть, раз в какой-то период купить себе такую бутылку. Но почему же Киселев вообще взялся за это дело? А он и сам винодел, как и многие другие очень богатые и очень знаменитые путинские прихвостни. Захватив Крым, россиян радовали. Взяли как трофей виноградники мирового уровня. Обещали, те будут в госсобственности и кормить бюджет, а не путинских дружков. Но вскоре запели иначе. Мол, винодельни убыточные. Поэтому начали распродавать их и по бросовым ценам. И теперь Дмитрий Киселев отравляет умы россиян не только пропагандой, но и собственным пойлом как тебель. Чуть позже именитый крымский завод «Новый свет» отдали структурам друга Путина, Юрия Ковальчука. И отдали за бесценок всего лишь за полтора миллиарда рублей. Он же позже получил еще и именитую «Массандру». И вообще почти любым раскрученным винным брендом владеет путинский чиновник или олигарх. Алма Воллой, связанная с главой Государственного банка ВТБ Андреем Костиным. Игристая вина Абрау Дюрсо делает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Виноградники усадьбы Дивноморской, кстати, расположенные рядом с дворцом Путина в Геленджике, принадлежат его давнему товарищу Геннадию Тимченко. А руководитель Государственного Сбербанка Герман Греф выпускает фирменное вино «Брия». И несмотря на очевидный конфликт интересов, Киселев уже давно и не прикрыто использует служебное положение, чтобы лоббировать бизнес свой и бизнес подельников. Выпускал целые фильмы. Его главная беда. Там внизу под нами выстроились прямо-таки караваны наливных судов. Эшелоном идет нашу страну суррогатом. Заходите в любой сетевой магазин, испанское, аргентинское, какое угодно. Вино в красивых бутылках низкой стоимости. Такую стоимость, качество и, главное, объемы производства в России не обеспечивают и не обеспечат. Практика показывает, что все-таки вина, сделанные подобным образом, они не обладают какой-то тонкостью, глубиной и иногда качество выстреливает. Но это случайность. Не получается каких-то сложных и интересных вин. Даже в украинском оккупированном Крыму с хорошими условиями для виноделия просто нет достаточных площадей. Другие регионы России ими похвастаться и вовсе не могут. Ассоциация также предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленного вина из Грузии. И боятся, видимо, конкуренции даже с маленькой, но гордой Грузией. Исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин в разговоре с РБК выразил сомнение, что инициатива ассоциаций будет реализована. Видимо, уже произошедшее повышение пошлин на импортные вина не помогло российским виноделам повысить продажи собственной продукции, предположил он. И мало им запредельных пошлин, так они еще и добиваются введения обязательной квоты на российское вино. Сначала в 20%, а потом и вовсе в 50%. Импортное вино покупается в основном теми, кто является любителями именно подобного продукта, оценят его качество. И не в полном объеме будет переключаться на российские аналоги. Только в случае, если качество российского вина будет расти, тогда да, тогда возможно полное замещение. Хотя опыт повышения налогов уже был и не раз. Последний летом 2023-го. И опыт этот для россиян оказался горьким. Рост пошлин на вино с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Напомню, что в списке недружительных стран немало крупных поставщиков вина на российский рынок, включая страны Евросоюза, Австралию, Новую Зеландию и США. Ведь как отреагировали якобы патриотичные виноделы? Просто задрали цены вверх. Дистрибьюторы, которые занимаются импортом алкоголя в Россию, в начале июля просили правительства не повышать импортные тарифы. Компании предупреждали правительство, что рост импортных пошлин не приведет к увеличению продаж отечественного вина, производство которого ограничена площадью виноградника. Но может стимулировать отечественных виноделов поднять цены в условиях снижения уровня конкуренции со сравнительно недорогим импортом. Как мы видим, эти аргументы правительство проигнорировало. И если установить пошлину в 200%, практически ничего не будет мешать им просто поднять свои цены на тех же 200%. Я бы сказал, что все-таки импортные вина – это более многообразные, более яркие и более интересные вина, чем российские. Они богатейшие люди страны. Казалось бы, на своих винах они и так способны заработать немало. Но хотят есть и пить в три горла, получая еще больше. И не за счет талантов, а просто благодаря связям во власти и уничтожению всего и вся, кроме себя. Такие пропагандисты, как Киселев из предыдущего сюжета, режиму очень нужны. Чтобы не замечать и замалчивать, или даже оправдывать ложь Путина. Например, вот такую. Недавно он на голубом глазу заявил, что планирует снизить уровень бедности до 7% за 6 лет. И никакие Киселевы не напомнили после этого народу, даже не заикнулись, что точно такое же обещание Путин уже давал давно, перед предыдущими президентскими выборами. Но в итоге население с каждым годом только беднело. Про вечные, бессмысленные обещания власти, ложь и реальность. Далее. Возможно ли победить нищету в России? Низкие зарплаты, да, то есть вся прибыль оседает в всех-то других карманах. Минимальный оклад очень маленький. Причина наверху – неправильное распределение вот этой помощи. Пока не поменяется вообще положение дел в структуре власти, вот эти компании все, которые, собственно говоря, поддерживают власти по Газпрому, Роснефти, пока не изменится структура взаимодействия с обществом, я думаю, так все и останется. Диктатор во время выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что российские власти теперь должны снизить уровень бедности до 7% от всего населения. Только он забыл рассказать про причины нищеты. Это он сам. Все дороги с Путиным ведут в ад, и это, собственно говоря, самое главное. Заявление выглядит внушительно, особенно учитывая, сколько сейчас бедных в стране. В реальности уровень бедности значительно выше, чем официальные данные Росстата. Как минимум 20% населения по показателям потребления находятся за чертой бедности. А это, ни много ни мало, 30 миллионов человек. Если мы применяем методологию Соединенных Штатов, то приходим к утверждению, что в России как минимум 45% россиян, ну, по сути, почти все 50% россиян потребляют на сумму меньшую, чем граница бедности, установленную для Соединенных Штатов. Путин уже не первый раз выставляет себя эдаким борцом с нищетой. В 2018-м, перед выборами в президенты, он потребовал то же самое у правительства. Первый вариант, как это можно сделать реальным, это изменить параметры бедности. Прямо скажем, вот подобные подходы неоднократно использовались в Российской Федерации. Когда вы говорите, что бедность, это, допустим, не 2 доллара в день, о которых говорит ООН, а, допустим, полдоллара в день. На самом же деле, по мнению многих экономистов, подобные обращения нацелены на то, чтобы экономический блок Путина просто изменил методологию подсчета бедности. Это прямой сигнал, что, ребята, вы должны подогнать статистику, так, чтобы у нас был рост там, где у нас вообще-то по день. То есть это классическое манипулирование цифрами, это умение, так сказать, подсветить нужные вещи и, соответственно, не упустить значительно более важные компоненты и сказать, да все прекрасно. В 2021 году пропутинский российский бизнесмен Олег Дерипаско привел свою цифру бедного населения в стране. Она ужасает. Из 143 миллионов человек около 80 миллионов нищие. На самом деле, граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие бравые отчеты о победах над бедностью. На самом деле, это граница не бедности, а крайней нищеты. И сейчас это 19242 рубля. В 2013 довоенном году доход среднестатистического россиянина был более 800 долларов. Но в 2014 Путин решил начать войну с Украиной, оккупировать Донецк, Луганск и Крым. В 2022 начать полномасштабное вторжение. За это все россияне платили из собственного кармана. Их доходы по итогам 2023 года не дотягивают даже до 600 долларов. То есть 10 лет назад они зарабатывали больше, чем сейчас. Не слишком же радостно, когда зарплата вроде растет, а вы при этом становитесь беднее. Но именно это происходит в России. Реальные располагаемые доходы при этом падают в последние 12 лет. Все эти байки о росте экономики. Мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. О том, что все идет лучше прогнозов. У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так, расторожно, лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Существуют только в путинской реальности и не имеют ничего общего с обычными гражданами. Российскую экономику они просто не смогли уничтожить. Американские и западные европейские санкции ее перестроили и даже сделали лучше. Русские не просто не голодают, они даже лучше живут, чем до СВО. Количество должников банкам и микрофинансовым организациям растет каждый месяц. В обычном цивилизованном мире это связывают с ростом экономики. Кредитование малого и среднего бизнеса только помогает процветать, а потом и выплачивать кредит. Кредит это абсолютно нормальная вещь. Многие бизнесы строились благодаря тому, что правильно брались кредит. Но в России все совершенно иначе. Цены на товары и услуги неуклонно дорожают. А жить-то как-то надо. Вот и приходится со слезами на глазах бежать в банки и МФО, чтобы взять заем. Безумная у многих кредитная нагрузка. И как вы понимаете, четвертый и пятый кредит берутся на оплату трех предыдущих. Подавляющее большинство экономистов сходятся во мнении, что при текущем режиме в России не стоит мечтать о победе над бедностью. Для этого, как минимум, надо действительно хотя бы начать пытаться решать эту проблему. Все для победы, но все для фронта. Все для победы означает, что вы не заботитесь о невоенной части экономики. Сейчас всем очевидно, главная проблема для обычных людей в 2024 году – это не борьба с бедностью, а то, как научиться с ней жить. На 2023 хватит, дальше уже проблема будет нарастать. Главная проблема, главная угроза и главный тренд российской экономики в 2024 году – это будет инфляция, инфляция и еще раз инфляция. То есть ничего кроме инфляции. Обещания Путина – это пустые слова, брошенные на ветер. Он не раз обманывал другие страны, не раз обманывал самих россиян. Он же и является первопричиной бедности, которую обещает побороть. Россиян хотят обязать платить за мертвых. Коллекторы официально обратились к Думе. Просят ужесточить правила и увеличить нормы по выплате всех видов долгов умерших клиентов и их родственниками, в том числе дальним. Происходит это на небывалом ранее пике одновременно и по смертности, и по долгам. Особенно беззалоговым, типа кредитных карт, микрозаймов и даже за ЖКХ. Сколько россиян режим Путина свел в могилу нищими и в долгах по уши? И кого за них заставят расплачиваться? Разбираемся. Представьте, ваш пожилой, малознакомый и очень дальний родственник тихо умер в одиночестве. Человек ушел из жизни, при этом он не выплатил взятый кредит. А наследник не знал о наличии кредита. А через полгода появляются коллекторы. Мол, оплатите его долги и пеню еще немаленькую не забудьте. Может назначить достаточно нарушительный штраф за просрочку. Ведь долгий период времени никто не платил. И теперь россиян хотят именно обязать платить за умерших. Коллекторы предложили обязать наследников умерших людей брать на себя их долги. Ожидается, что механизм передачи задолженности по кредитам, микрозамам, долгам ЖКХ и алиментам наследникам будет законодательно урегулирован весной 2024 года. И похоже депутаты инициативу поддерживают. Оказывается коллекторы жалуются, что им сложно и затратно вычислять наследников умерших должников. Нотариусы при открытии наследственных дел не занимаются розыском кредиторов наследодателя. В итоге кредиторы узнают о смерти заемщика последними, а затем вынуждены нести расходы по самостоятельному поиску принявших наследство. Бедняжки, им тяжело выбивать долги. А каково же будет людям, если даже депутаты Госдумы признают, что уже и сейчас ростовщики идут на все, чтобы содрать побольше. Когда узнают, что человек подает на банкротство, перепродают его долг своей же аффилированной компании, которая максимально тормозит процедуру банкротства этого человека. Для того, чтобы не обеспечить его прожиточным минимумом, для того, чтобы максимально затягивать и что-то с него получать. И если это еще будет банк, а не коллекторы микрокредитных ростовщиков, вам еще крупно повезло. Традиционные залоговые кредиты и так по закону автоматом переходят к наследникам вместе с активами. Но нынче коллекторы заговорили как раз о необеспеченных займах, расточках в магазинах, по кредитках, микрозаймах и даже о долгах за коммуналку. Трудности для всех сторон возникают по необеспеченным кредитам. Кредитным картам, рассрочкам, потребительским судам наличными. Обычно проходит продолжительное время до момента, когда кредитор обнаруживает наследников и обращается к ним с требованием исполнить финансовые обязательства. Сейчас, в отличие от традиционных кредитов, именно заставить родственников платить за такие быстрые займы ощутимо сложнее. Пока что. А ведь сферы, где у России и правда рост уровня аналогов нет, так это рост в смертности и в закредитованности и в количестве закредитованных умерших. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в РФ умерло 1,6 миллиона человек. По оценке Банка России, долги перед кредитными организациями имеет каждый второй работающий житель страны. 47 миллионов активных заемщиков на 1 июля 2023 года, что составляет 56% от численности трудоспособного возраста. Эксперты посчитали, только за один год около 400 тысяч умерших в России могли оставить после себя долги. Пока идет процесс вступления в наследство, долг из посильного может перерасти в непосильный. Каждый второй наследник объясняет, что не знал о задолженности. Но коллекторы уже напрямую требуют от депутатов узаконить, чтобы любые такие долги умершего человека автоматически и обязательно ложились на плечи его родственников. Деньги-то на кону серьезные. Общие долги россиян примерно 3 триллиона и 200 миллиардов рублей. За такие богатства и вышибалы во власти, и вышибалы ростовщики готовы кидать кого угодно. Даже и солдат-агрессоров. Мы понимаем, что часто люди берут ипотеку, живут там, и люди могут потерять уже фактически выплаченную квартиру из-за того, что на них заявлено банкротство. То есть, если солдафон профукал деньги, влез в долги или вернулся в черном пакете и семья осталась без денег, тогда чинуши просто отбирают льготную военную квартиру и даже этого не скрывают. В первую очередь, очень массово эта проблема связана с Росвоен ипотекой. И с Минобороны мы обсуждали эту проблематику и даже сделали сначала отдельный закон под эту проблему. Но мы видим, что такие случаи могут быть и в других сферах. В чем проблема Росвоен ипотеки? Там договор заключается с гражданином, военнослужащим, но по факту его кредит оплачивает кредитная организация государства. И оно таким образом выполняет свои обязательства перед военнослужащим по обеспечению его жилья. Вот так вот власти оставляют их семьи и без денег, и без жилья, даже если те исправно платили по кредиту много лет. И эта квартира идет с торгов, и при этом и государство не выполнило свои обязательства, и по сути военнослужащий может снова запросить реализацию этого права своего. И государственные деньги реализуются не по назначению. В лучшем случае семья вылетает на улицу, в худшем остается еще и должна. И даже смерть от долгов не спасает. У кремлевских и коллекторов логика одна – отжать у беззащитных все. Поэтому и действуют они заодно. Большой передел иностранной собственности во время войны обогатил близких Путину миллиардеров и особенно Кадырова. Его окружение отжимает активы международных компаний с дисконтом в 50% и выше. Все подробности далее. Заработать на войне. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Запад развернул активную санкционную политику против кремлевской элиты. В начале большой войны состояние российских олигархов сократилось от 30 до 70%. Но уже в марте 2023-го 39 подсанкционных миллиардеров заработали колоссальную сумму – 104 миллиарда долларов. А к началу этого года их общее состояние выросло еще на 50 миллиардов. Путинские прихвостни нашли способы обогащения в нерыночных условиях. Как только международные компании ушли с рынка страны-агрессора, миллиардеры начали скупать их активы за копейки. Говорится в новом докладе Transparency International. По их оценке сделки по переделу активов проходили с дисконтом от 50% и выше. Забирались технологии, но определенные, скажем так, производственные мощности, они все были. И был вопрос, что с ними делать. То есть компании, в принципе, находящиеся в России, они старались, пока это было возможно, либо вывезти активы, либо продать. Но в дальнейшем Российская Федерация решила продемонстрировать всем западным инвесторам, которые работали на территории этой очень многих компаний, что нельзя так просто выходить, и они будут продавать только тем, кому укажет, собственно, российская власть. Кто же выиграл от передела? Владелец Норникеля и давний товарищ российского президента Владимир Потанин выкупил Росбанк у французской компании. Также он получил долю бизнесмена Олега Тинькова в Тиньков банке всего за 3% от реальной рыночной стоимости. По последним оценкам, состояние Потанина достигает 24 миллиардов долларов. Еще один друг Путина, Леонид Михельсон, получил долю французской компании Total Energies и часть британской нефтегазовой компании Shell на общую сумму 162 миллиарда рублей. Долю в Shell также выкупил экс-президент компании Look Oil, Вагит Олег Перов. Примечательно, что дисконт продажи превысил 50%. Сейчас состояние Михельсона оценивают в 21 миллиард долларов, а Олег Перова – в 20. Есть и более удивительные скидки. Так, предприниматель Йозеф Леокумович купил российскую сеть гипермаркетов Оби за 600 рублей. После чего передал компанию бизнесмену Валиду Корчагину, который связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Любопытно, что Корчагин также начал владеть частью активов всемирно известных кофешопов Starbucks и половиной Мариупольского металлургического комбината, который находится на оккупированной территории Украины. Агент-директором Данон стал министр сельского хозяйства Чечни и племянник Кадырова Ибрагим Закриев. Новыми активами обзавелся и член Совета Федерации РФ Арсен Коноков. Именно ему приписывают выкуп части сети американских ресторанов быстрого питания «Макдональдс», которые теперь России называют «вкусно» и «точка». Кроме этого, ему достались доли в Starbucks и Оби. И пока на фронте умирают сотни тысяч молодых мужчин, Путин и его окружение занимаются переделом активов ушедших компаний. А война только помогает им извлекать еще большую для себя выгоду. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале «Фрида». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова